Ну что, это не так и просто. В Паризе, например, моноскребы построены в отдельном, удаленном от центра районе. Но они на это, конечно, не пойдут. Потому что... Ваш я скончаю. Это золотое дно. И мы прекрасно понимаем, что хоть денег, которые сейчас господствуют, это не в чем-то в чем-то мнение сейчас проявление всегластья денег. Я только хорошо надеюсь, что наши внуки и правнуки, которые будут так же любить наш город, как любили его луну, так же будут наслаждаться вершкой панорамой. А если все-таки вопреки нашей и их протестам башня будет построена, у них хватит луна ее разрушить. Мы надеемся, что не придется разрушать, потому что не построен. И наша уверенность в этом цветный день от дня, потому что все больше людей подсоединяется к протестам против башни Газпрома, против безумной геностроительной политики. Сегодня из-за копов стоят даже Борис Герезлов и Владимир Жириновский. Они стоят из-за копов, точно знают, что не будут стрелять. Это внушает надежду. Потому что они выступают против башни. Наверное, кто-то что-то им там шепнул. В другом вряд ли они бы открыли свой рот на эту тему. Но были политики, которые стояли в самом начале, у истоков борьбы с башней. Был политик, которому не показали по телеканалам. Который, выступая с трибуны законодательного собрания в 2006 году, признал своих коллег депутатов не голосовать на второй срок за губернатора Валентина Матвиенко. И поднял над трибуной прокат, на котором было написано «Остановите Газпром Сити». Я передаю слово одному из лидеров партии «Яблоко» Михаилу Аношеву. «И будем найти трибунья Дмитрия Ленина». Дорогие сограждане! Дорогие петербуржцы! Следующий наш митинг – это четвертый митинг. Это четвертая осень, когда мы собираемся вместе, чтобы возвышать голос за счету нашего города. Я должен сказать, что ситуация за последний год радикально-то не изменилась. Хотя кое в чем мы проиграли. Прежде всего, мы имеем сегодня решение суда по «Газпром Сити», по автоцентру, о том, что наши права не нарушены. Я должен вам сказать, как один из участников этого суда, что Николай Рыбаков, вот он стоит здесь на сцене, один из заявителей, написал 34 страницы тысячи с выступления, причем аргументированные со сцентрением закона на наше национальное и международное законодательство. А он ведь был не один, нас было несколько человек, кто занимались этой работой. Мы проделали гигантскую работу. Но вся логика суда простая. Нам сказали – ваши права не нарушены. То, что в суде удалось доказать, что башня будет видна со многих точек, которые охраняются законом – это им все равно. Но нам говорят – ваши права не нарушены. Если проще сказать – нам говорят – не ваше дело. И нам так все время говорят чиновники. Нам все время так говорит наша бюрократическая власть. Когда она хочет построить очередное высотное здание, нарушающее небесное ление в Ветербургом. Когда она хочет построить очередной стене. А я как депутат Законодательного Собрания в прошлом вспоминаю историю. Когда выбирали место для нового зоопарка – это еще будущая стройка. Я приводил аргументы, что это не только экологически сомнительное место, но еще и самый дорогой из возможных вариантов. Мне тоже сказали. Михаил Иванович, ну какая вам разница? Это же федеральные деньги. Это тоже был ответ не ваше дело. А я думаю, что это наше дело. Я думаю, что… Так же думаю и Киев. И все дело в том, чтобы заставить нашу власть понять, что все, что делается в нашем городе, все, что делается в нашей стране – это наше дело. Это дело граждан, это дело обычных людей, ради которых и должна работать эта власть. И я уверен, что мы только тогда сможем добиться того, чтобы защитить наш город по-настоящему, защитить небесную линию, защитить наши скверы, сады, парки, бульвары, только тогда, когда мы изменим политическую ситуацию в стране. Тогда, когда власть почувствует свою зависимость от общества, от простых граждан. Только тогда мы победим. И в заключение. Я уверен, друзья мои, что нам придется еще неоднократно здесь собираться. Мы уверен, что мы обязательно изменим эту ситуацию. Мы обязательно сделаем так, что другие люди будут в средствах губернатора, президента, премьер-министра, потому что, по большому счету, именно эти люди сегодня определяют и решение суда, и то, что телевидение и радио замачивают эту проблему и искажают ее. И по большому счету они несут ответственность за то, что происходит. Но для того, чтобы они понесли настоящую ответственность, у нас должны быть настоящие ответственные граждане. Настоящая демократия. Вот за это нам и надо бороться. А не только за наш город. Все вместе так победим. Спасибо. Дмитрий Ленов от жилого города. Дмитрий Ленов от жилого города. Когда в город входит оккупационная армия, первое, что они делают, они начинают уничтожать, после того, как они захватят власти и возьмут контроль над городом, они начинают уничтожать памятники культуры тех людей, которые в этом городе живут. Поскольку они оккупанты, и они считают, что их культура важнее. Но что происходит, когда уничтожаются вещи, уничтожаются памятники, которые ценны для всего человечества? Мы знаем, что Петербург – это объект всемирного наследия. Кто те оккупанты, которые могут уничтожать объекты, ценные для всего человечества? Может быть, это инопланетяне? Как можем мы смириться с тем, что вещи, ценные для всего человечества, уничтожают какие-то инопланетяне под видом людей? Но это шутки. А если серьезно, мы знаем, что две трети петербургцев, по меньшей мере, против строительства автоцентра, против разрушения города. Но где эти три с половиной миллиона человек? Я не вижу их здесь. Я обращаюсь к вам. У каждого из вас есть друзья, родственники, знакомые, коллеги по работе. Кто-то из них стоит на этой площади. Где все остальные? Почему вы их не призвали сюда? Почему вы не нашли тех слов, которые убедили бы их, что прийти на митинг на этот, прийти на марш – это самое простое, что они могут сделать. Это мирно. Это законно. И это жизнь мне необходимо. То, что вы сами пришли сюда – это еще только пол шага. Вы занесли ногу. Время сделать шаг. Следующий шаг – это сделать так, чтобы в последующем митинге, а это не последний, было народу в десять раз больше. И это зависит от вас, не от организаторов. Одна из ближайших возможностей изменить ситуацию – это известный вам, вероятно, дом Юргенса на улице Жуковского. Ближайшее мероприятие, на которое можно пройти, пройдет 16-го числа, возле памятника Маяковскому, знаменитому своим поэтическими выступлениями, на углу улицы Некрасова и улицы Маяковского, 16 октября в 2 часа. Мы ждем вас. Спасибо, Дмитрий. Представляя следующего выступающего, не могу не сказать, что, безусловно, фильмы сделаны этим человеком, любимые не только в нашем городе, в всей нашей стране. Я вот сам лично большой поклонник этих кинокартин. Когда я ищу, я вижу, насколько человек, который делал, любит свою страну. Он не стесняется показывать те отрицательные черты, которые есть в нашей жизни. Он делает это очень талантливо. Но чувствуете, что этот человек очень добрый. Он любит страну, любит людей, любит наш город. Я с огромным удовольствием представляю вам следующего выступающего, режиссёра фильма «Фонтан», «Окно в Париж», «Потин Барде». Юлия Намина! АПЛОДИСМЕНТЫ где собралось больше народа. Если мы приглашали всех, нам придется стоять тогда до адмиратейства, а здесь идет транспорт. Это все рассчитано, чтобы завтра мы бы пошли. На этом митинге было меньше людей. Посчитали, что, в общем-то, интерес к проблеме иссякает. Нет, это на самом деле не так. Неделю назад здесь был фестиваль, посвященный спортивным, первый фестиваль в нашей стране спортивного туристического фирма. В жюри были приглашены дизели из разных стран Европы. Были итальянцы, испанцы, немцы, австрийцы, поляки, еще кто-то там и так далее. После фестиваля нам устроили такое путешествие на речном трамвайчике по всем каналам города. Ночью мы ехали, там был на кресту, а в окнах были видны красоты, освещенные Петербурга. И когда этот речной трамвайчик выехал в Неву, и иностранцы увидели ее во всей красе, произошел возглас восхищения. Такой вздох пронесся. Они обернулись туда и сюда и сказали, да, действительно, это удивительная, вообще говоря, стройность, которую мы не видим никогда в мире. Они повторили слово Пушкина. Какая строгость и какая стройность. Надо же не забывать, что этот город строился как архитектурный ансамбль, его центр. Он единственный мир в этом смысле. Это не Москва. Это город, который построен ровно, и который именно сменялись какие-то архитектурные направления, но все не нарушали этой границы, то, что называл Лихачев небесной линией. Я сказал ему иностранцам, а вот скоро здесь будет монстр, башня, но обо мне ничего про нее не будет видно, потому что она возьмет на себя все. Это закон. Закон композиции. Самое высокое будет здесь. А кто же это допускает? А куда смотрят ваши руководители? Я говорю, это тем более удивительно, что обо наших руководителей главных, они петербуржцы. То ли они недостаточно интеллигентны, то ли у них нет никакого злоумения по этому поводу, то ли заинтересованность. Но отвечать придется все равно им. Когда будут говорить об эпохе, в котором был уже родом в город Петра, скажут, это было при Медведине и при Путине. Это будет одна из важных век, по которым запомнился. Надо признать это и отметить людям, которые за это отвечают. Теперь относительно аргументов, которые приводятся. Город не может быть мертвым, он должен развиваться. Развивайте действительно, де фарс существует в Париже. Развивайте его там, где вы не портите созданную предками красоту. Потому что, если вы хотите здесь поучаствовать, это будет все равно, как если какой-нибудь хан пьяный турист написал на курорте, здесь был Вася. Но там же останется надпись «Газпрома». Здесь был «Газпром» от этой башни. Насколько у «Газпрома» выгоден проект, я не знаю. Может быть, вам тратятся деньги какие-то. Но сейчас уже вопрос в амбиции. Понимаете, какая штука? Это, говорят, амбициозный проект. Надо доказать, что мы все равно его сделаем. Разделили же мнения петербургцев. Почему они разделились? Такие вопросы, как строительство башни, не должны оттужаться. Никто не ставит вопрос. Давайте осовременим закон, демон, лиза. Сделаем несовременный костюм. Или переправим Мадонны Рафаэля с соответствующими вкусами или модой. Никто не ставит такой вопрос и не спрашивает голосование. А то вы бы голосовали, может быть, за это. Эти вещи не важно оттужаться. Но для того, чтобы их пробить, вы заметите, что было первое сделано. Закон был не нарушать эту линию. Для того, чтобы позволить строить башню, закон был нарушен. И с этого момента нам говорят, что остальные все делают все по закону. Но вот в этот момент как раз и возникло беззаконие. И когда оно творится, и во что бы то ни стало, скажем, тот же Газпром хочет отстоятельную точку зрения, доказать, что он хозяин, вы перепишите Конституцию. Скажите, что у нас не социальная государство, а государство олигархов и тех, у кого есть деньги. Тогда мы не будем жаловаться на то, что человека, который задавил кого-то, не призвали к СУГУ. За то, что у вас отобрали квартиру, и вы не можете добиться успеха. Они хозяева, они имеют на это право. Тогда объявите, что они имеют на это право. Теперь, значит, и последнее, что хотелось бы мне по этому поводу сказать. Вы знаете, дело в том, что если бы этот проект был бы действительно амбициозный, тогда они построили бы башню высотой в километр. И сказали, да, город из родов, но зато она самая высокая в мире, что когда-то говорили французы про свою эйфельную башню. Она действительно была самая высокая в мире. Она была первая, единственная, и она стала потом служить как антенна передачи, потому что наушный прогресс пошел вперед, и поэтому ее не разрушили через 20 лет, как предполагали. А у нас совершенно другая ситуация. Башня синенькая, 300-400 метров, да вокруг совершенно другие вещи. Это стандартная башня, стандартный монстр, который испоганит уникальнейший город мира, если кому-то это еще непонятно. Вот какая проблема стоит. Поэтому я должен сказать, я не знаю, сможем ли мы отстоять или все-таки будет доказано, что правит у нас олигархия, но мы должны...